Приветствую вас, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходов Алексей и сегодня мы с Сергеем Анатольевичем для вас проведем в начале вводный технико-экономический вебинар уже вечерний, то есть дневной у нас прошел и далее будет уже расширенный технико-экономический вебинар. Вводный технико-экономический вебинар рассчитан на аудиторию, кто только присоединяется к нашему проекту Skyway. И, собственно, мы всегда повторяем и напоминаем о том, что мы продолжаем вести эти вебинары неспроста, потому что интерес к нашей технологии возрастает. Да, сейчас я могу сказать, что более активно в какой-то мере развивает проект европейцы, наши иностранные коллеги. И идут подобные вебинары и на других языках, то есть этих языков уже немало, так скажем. Личный кабинет у нас также переведен на другие языки. Но, несмотря на это, мы продолжаем вести вебинары технико-экономические именно вводные, как азбука Skyway, для того, чтобы люди, которые только присоединяются к проекту Skyway, получали информацию в сжатом кратком виде, буквально за 40-50 минут, для принятия решения как минимум посетить вторую часть вебинара, а как максимум совершить инвестицию на какую-то сумму, либо заняться вообще, если есть на то связи, адресными проектами, вспомнить свои контакты по другим странам, потому что именно с помощью контактной базы, с помощью наших знакомых, коллег, друзей и незнакомых людей, на которых мы выходим посредством интернета, и развивается наш проект. На сегодняшний день это несколько уже другая стадия, чем в 2013-2014 году. Но я могу сказать, дорогие друзья, что к этой стадии мы шли не сразу. Так, квакает. Дорогие друзья, хорошо ли меня слышно? Да, коллеги, возможно, у кого-то проблемы с интернет-соединением, и эта проблема, на самом деле, распространена на наш век, то есть у каждого человека есть своя скорость интернет-соединения, и все зависит от того, сколько вы платите за интернет. Но все же скорость соединения достаточно для совершения видеосигнала, для посещения подобных вебинаров и так далее, чего не скажешь о современной транспортной индустрии, инфраструктуры. Опять же, если говорить про скорости, я всегда это повторяю, фактически во всех сферах скорости увеличивается кардинально и очень серьезно. То есть это финансовая сфера, совершение денежных переводов. Сейчас никого не удивишь, что в Сбербанке, внутри Сбербанка, можно совершить денежный перевод, зная просто телефонный номер абонента. В некоторых системах можно по почте вообще присылать денежные средства внутри той или иной платежной системы. Если говорить даже про такие слова, как документооборот, различная отчетность и то, что занимало недели, раньше, сейчас занимает 3-4 дня. Это система криптотехнологий, это система блокчейн, то есть распределенных блоков. И действительно, многие процессы сейчас увеличиваются в положительную сторону. Это касается технологического прогресса. Фактически, какие только изобретения сейчас не появились. И если сравнивать то, что было 10 лет назад, дорогие друзья, то это небо и земля по сравнению с тем, что имеем мы сейчас. Сейчас можно с помощью Wi-Fi удаленно запустить сигнализацию вашего автомобиля, находясь в совершенно другой точке земного шара. И это как раз-таки такие вот блага пятого технологического уклада сети интернет. То есть, когда вы в любой точке мира можете совершить тот или иной процесс, связанный со входом в сеть интернет, либо воспользовавшись Wi-Fi сигналом. Когда вы можете подкрыть ваш ноутбук, запустить ваш смартфон, получить любой объем информации. Это необъятные просторы, так скажем, знаний. Именно сеть интернет, в Википедию ту же самую взять. И также передать любой объем информации. Можем ли мы это осуществить в физическом плане, именно в плане перемещения товаров, грузов и, естественно, нас с вами как пассажиров. На сегодняшний день ответа на этот вопрос нет, как такового именно эффективного решения. И SkyWay это действительно недостающее звено в мировой транспортной логистике. На сегодняшний день уже пора решить проблемы пробок, проблемы побилия фур на европейских дорогах. Вот сегодня общался с интересной женщиной зданий. Тоже, возможно, начнем двигаться по адресным проектам, по направлению адресных проектов. И европейцы очень сильно жалуются на то, что да, у них хорошее качество дорог, да, у них фактически трафик может обеспечиваться на автобане ввиду хорошего качества дорог на высоких скоростях, но все же скорости замедляются, потому что на тех же трассах, на тех же автобанах едут фуры и замедляют движение. И что касается Российской Федерации, то фуры вообще разрушают и без того не особо лучшего качества автобаны, дороги. И если мы говорим про железные дороги, то это тоже не самое лучшее решение, потому что скорости на самом деле перемещение товаров, грузов также оставляет желать лучшего. То есть это 10-15 км в час. Если говорить опять же про авиацию, альтернатива перевозке, к примеру, товаров, грузов авиатранспортом, то, во-первых, это те маршруты, которые никак не изменить. То есть если перемещение идет по России, то наверняка это будет либо через Москву, либо через Санкт-Петербург, либо через Казань, но с пересадкой, скорее всего, если это дальний маршрут следования. И не стоит забывать, что фактически за минуту расходуются колоссальные средства на поддержание эксплуатации в виде расходования топлива, бензина современным самолетом. Ну и то, что в принципе самолет может сравнить с бочкой керосина, на которой мы к тому же летим, и сейчас это считается самым безопасным транспортом, это также имеет место в своем смысле. И я могу сказать, что весь мир на сегодняшний день желает абсолютно безопасный, экологичный транспорт, который был бы и дешевым, как при эксплуатации, так и при пользовании в качестве пассажира, так и при строительстве, естественно. Я могу сказать также, что все началось, дорогие друзья, далеко не со струнного транспорта, далеко не с городского пассажирского транспорта, не с грузового транспорта, не даже с легкого прогулочного, спортивно-экскурсионного транспорта наших юнибайков. Все началось в конце 70-х годов с создания концепции общепланетного транспортного средства, которое Анатолий Эдуардович представил уже в виде конкретного проекта, обоснования и расчеты. Все исследования по этой части можно почитать в научном труде под названием «Струнные технологии на Земле и в космосе». И это действительно очень мощное с точки зрения техническое исследование, и не просто исследование, там все расчеты, сложные интегральные вычисления, и самое главное, там рассказано, каким образом действительно воплотить то транспортное средство, именно глобальное, мировое, общепланетное, которое позволит избавиться от экологических катастроф, минимизировать их количество, которое позволит даже управлять дорогой, погодой, и, соответственно, сможет также тот факт осуществляться, как, допустим, латание озоновых дыр и поддержание необходимого состава озонового слоя вообще. То есть это немыслимо и откажется чем-то на грани фантастики. И на самом деле, когда Анатолий Эдуардович в конце 80-х годов представил на неракетной конференции по индустриализации космоса, эту концепцию возникло и понимание, и непонимание. Большей части непонимания было, когда Анатолий Эдуардович старался и пытался изо всех сил прозвивать это направление и продвигать в качестве воплощения. Но на тот момент, видимо, время не пришло, дорогие друзья, поэтому, естественно, мысли максимально логические. Анатолий Эдуардович пришел к выводу, что необходимо создать, оптимизировать из общепланетного транспортного средства действительно простой по сравнению с глобальным планетарным, общепланетным транспортным средством. Транспорт, и появился струнный транспорт, появился вначале с первых набросков, с первых эскизов. Были различные партнеры, были различные общения с олигархами, с чиновниками, с крупными предпринимателями. Были также недобросовестные партнеры, которые потом всплыли как недобросовестные, доказав своими действиями подобное понятие. И хотелось бы отметить несколько вех. Это 2000-е годы, когда Сибиряков Сергей Анатольевич познакомился с лебедем Александром Ивановичем и доказал необходимость применения в реальных и в условиях Российской Федерации на тот момент, когда он был виноват. На тот момент еще путем диверсификации максимальной экономики, создания инновационной экономики, о которой сейчас говорят, но в принципе делать что-то уже поздно, потому что мы видим высокую волатильность рубля. На тот момент можно было этого избежать, если была принята стратегия развития струнных технологий. И Лебедь Александр Иванович понял эту стратегию и доказал не просто какими-то словами, а делом и начал финансирование первого технопарка в городе Озера Московской области. С 2001 по 2009 год происходили различные испытания. То есть фактически ЗИЛ, который мы называем уходящий в небо, это наша история и это первая подвижная лаборатория по исследованию характеристик и вообще структуры путевого струнных дорог, так как в первую очередь полигон в озерах, это было испытание путевой структуры. Это второе поколение струнной технологии Анатолия Эдуардовича было. И более того, была совершена презентация, презентация на тот момент президенту Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Но, как говорится, тогда еще время также не пришло. И несмотря на то, что планировалось выделение огромной суммы денег на развитие технологии Skyway, неизвестные лица по неустановленным причинам, какие-то недоброжелатели разрушили технопарк в городе Озеры, демонтировали полностью данную производственную строительную площадку и, соответственно, остались только нижние части опор, которые были вспилены, вспилены действительно актом вандализма, актом вандализма мирового масштаба, потому что кто-то затормозил внедрение и развитие той транспортной индустрии, той транспортной сферы, которая могла решить сегодняшние существующие проблемы в мировой логистике, мировых государств, различных стран и, естественно, различных корпораций и отдельно взятых небольших даже предприятий. Но, естественно, Анатолий Эдуардович на этом останавливаться не желал и, как крайний шаг, такой уже финальный шаг, была рискованная попытка начала краудинвестинга, то есть начала народного финансирования. Я могу сказать, что эта попытка увенчалась успехом и буквально через считанные месяцы после запуска народного финансирования, после проведения первой конференции гостиницы университетской, это происходило в Москве, я запомню эту конференцию на всю жизнь, началось финансирование, и те люди, которые поверили в проект, не имея никаких иных доказательств, как видео прошлых лет, как презентация Дмитрия Анатольевича Медведева, как какая-то первичная визуализация в виде вирусных роликов, именно первые вирусные ролики, рассказывающие, что такое струнная технология, что такое транспорт юнитского, и вот на этих стадиях, когда не было научно-производственного конструкторского предприятия, соответственно, не была создана уже современного поколения, четвертого поколения, техническая документация, и люди начали помогать проекту голосовать рублем и становиться совладельцами, дольщиками международной корпорации Skyway. На сегодняшний день уже фактически более 600 тысяч людей развивает это направление. Естественно, не все активно, кто-то просто зарегистрировался, но количество людей, интересующихся проектом, растет фактически с каждым днем, то есть количество регистраций в проекте у нас бывает и по 3, и по 5 тысяч за несколько дней, или даже за день. То есть это говорит о том, что интерес к проекту повышается. Интерес более чем в 108 странах мира, и все эти люди желают, чтобы технология реализовалась, чтобы реализовалось на сегодняшний день несколько направлений. Это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт, высокоскоростной транспорт, и то направление, которое появилось менее года назад, это легкий прогулочный, спортивный, экскурсионный транспорт типа юнибайк, то есть это, можно сказать, как велосипед 21 века. Это универсальный велосипед будущего, ближайшего самого будущего, и мы не раз говорили на вебинарах, какая роль будет у данного транспортного средства, так как это будет индивидуальное перемещение уже при развитии сети Transnet, при строительстве обилия струнных дорог по всему миру. Это уже будет использоваться в логике, как сегодня мы используем, допустим, наши умные телефоны под названием смартфон. И многие задают вопросы, на сегодняшний день мы на эти вопросы отвечаем очень кратко, почему же люди продолжают инвестировать, и почему в 2013 году началось народное финансирование, оно уменьшалось, можно сказать, сейчас успехом, потому что люди желают, и люди, это и директора, это и рабочий класс, это и учителя, это и медики, и предприниматели, бизнесмены, и крупные предприниматели, и депутаты, и различные представители властей, желают, чтобы появился транспорт абсолютно социально направленный, дешевый, безопасный, комфортный, и долговечный в плане самой путевой структуры, самой дороги, чего не скажешь о современных российских, опять же, дорогах, да и, в принципе, о железных дорогах тоже. Хотелось бы, чтобы транспорт был максимально экологичным также. Если говорить про экологию, то мы все прекрасно знаем, что такие столицы, как Токио, задыхаются в смоге, и мой город также, где я проживаю, также страдает от обилия загрязняющих выхлопных газов в окружающую среду, и формируется целое облако смока. А если в совокупности рассмотреть, насколько это влияет на современную мировую экологию, то стоит сразу вспомнить ту конвенцию, то Парижское соглашение, которое заключили в 2015-м, если не ошибаюсь, году в Париже, и это было уже как крайнее такое действие, когда уже фактически многие события, я имею в виду экологического плана, то есть многие катаклизмы говорят о том, что что-то нужно делать с проблемой с глобального потепления, с проблемой формирования резкого изменения климата, и сегодняшняя зима этого года, она считается самая холодная за крайние 60 лет. Это такие первые звоночки, и никто не знает, пройдена ли точка невозврата или нет, но все понимают, что что-то нужно менять, а что-то нужно менять в плане транспорта в первую очередь, потому что автомобиль, во-первых, это менее аэродинамичный подвижной состав, то есть различные спортивные автомобили имеют в разы меньший коэффициент аэродинамического сопротивления, ну и вообще, когда вы будете выносить транспорт на второй уровень, сразу аэродинамика увеличивается в два раза. Если говорить про городской пассажирский транспорт, и это действительно стоит того, чтобы рассказать соседу, знакомому, что знаешь ли ты, теоретически, может быть и карус, допустим, либо маршрутка более эффективной по топливопотреблению, чем, к примеру, спортивный автомобиль. Естественно, ответ будет, что, ну, скорее всего, ты шутишь, и это невозможно. Так вот, коэффициент динамического сопротивления городского пассажирского транспорта, который может сравнить с воздушным метро, 0.11, а у Bugatti Veyron 0.34, у Mercedes GLC Coupe это вообще 0.21, но 0.11 против 0.21 это существенная колоссальная разница, я могу сказать. И если переводить на затраты электроэнергии, то это примерно 21 киловатт, если переводить на затраты топлива, это примерно 5,9 литров при скорости до 150 километров в час. То есть, естественно, если это будет скорость, к примеру, 50-60 километров в час, 100 и все 2 литра можно расходовать в виде городского пассажирского транспорта. То есть, это кажется какой-то действительно фантастикой, какими-то вымыслами, но это абсолютная реальность, которую мы будем показывать уже в конце ноября, и все убедятся, что технология работает, технология демонстрируется в движении, и что действительно можно значительно экономить и материалов, и топлива, и энергии при эксплуатации. Многие страны сейчас говорят, что необходимо переходить на альтернативную энергетику, но даже это не является решением, необходимо просто создать глобальную, новую, инновационную, абсолютно экологичную транспортную инфраструктуру, причем не только в отдельно взятых странах, но и во всем мире. Если говорить про бизнес, который это направление сформирует, то я хотел бы привести сравнение с исследованием McKinsey про рынок интернет вещей, то есть это новейшие такие изобретения, дополненная реальность, виртуальная реальность, как искусственный интеллект, как технологии машинного обучения, недолго тот час, когда у нас появятся сверх мощные и сверх профессиональные переводчики, которые на уровне человека смогут переводить буквально встроенное в какое-то устройство и весь этот рынок оценивается примерно в 10 триллионов долларов. У нас есть проекты, которые глобальны, масштабны, по продаже пищевого льда, по продаже чистой питьевой воды, а чистая питьевая вода также является очень серьезным бизнесом и серьезной задачей, проблемой, потому что более 85%, то их 90% приближается мы пьем нечистую воду и естественно от этого формируется заболевание, что выгодно фармацевтической промышленности, но все государства понимают, что необходимо эту проблему решать. И даже в этом плане технология Skyway является спасительным кругом. Если говорить про сравнение с железной дорогой, допустим, или с обычной автомобильной дорогой, то струнная путевая структура это совершенно иное. Это абсолютное ноу-хау, начиная от самого рельса и заканчивая промежуточными опорами и анкерными опорами, которые будут принимать на себя нагрузку. Внутри балки, которая является струнным рельсом, вы видите преднапряженные стальные канаты, стальные проволоки. Они могут быть совершенно различной толщины в зависимости от исполнения. Они закрепляются далее. По моноличиванию идет спецбетоном. Также внутри путевой структуры могут быть все виды цифровых и аналоговых сигналов зашиты в виде оптоволокна. Также используется сеть Wi-Fi, сеть интернет. И более того, оптоволокно является ноу-хау для анализа и детектирования своевременно состояния путевой структуры. если какие-то деформации возникают факторы, которые стоит учесть, так как все-таки передвигаются пассажиры и передвигаются даже если говорить про грузы. Это естественно будут и ценные грузы в том числе. И далее ставится головка рельса. Вот преднапряженные стальные канаты позволяют достигать во всем температурном диапазоне отсутствие температурных швов. И вообще шумовые эффекты при движении юнибуса, при движении высокоскоростного транспорта они будут примерно на уровне 60 дБ. То есть это чуть погромче чем у нас в комнате допустим атмосфера, тишина так скажем и чуть-чуть потише когда на полную громкость звучит допустим наш телевизор. Вот подобных шумовых эффектов современная транспортная инфраструктура не достигла и скорее всего не достигнет. Но дорогие друзья это все не имело бы никакого значения если мы не будем говорить про конкретные результаты на экотехнопарке. Стоит помнить о нескольких датах то есть это естественно июнь получение первых заключение первого договора аренды земельного участка в городе Марина Горка и если уже так дальше шагать то 20 октября у нас было открытие нулевого километра вы видите модель 1 к 10 о которой мы также расскажем на сегодняшнем расширенном технико-экономическом вебинаре и в сентябре была продемонстрирована эта модель также в сентябре была первая делегация рода Хука делегация наших партнеров с Австралии которые будут как раз таки в конце ноября с представителями крупнейшей инфраструктурной организации строительной проектной организации компании Аурикон и зимой были установлены уже 19 промежуточных опор 19 является стальной для демонстрации того что струнная путевая структура может приходить на любой тип рельефа местности независимо от климатических условий и так далее и тому подобное дорогие друзья вот то что сейчас я листаю на слайдах это уже является историей 23 апреля вот казалось бы вчера был экофестиваль но уже мы параллельно начали строительство в мае 2016 года легкой прогулочной трассы совмещено с городской пассажирской трассой по которой поедут юнибайк и юнибус на одной и той же путевой структуры это также уникально это также является ноу-хау и если говорить про следующий этап то в июле началось соответственно строительство за параллельное уже грузовой струнной системы началось рутье первых котлованов и фактически уже на тот момент три направления даже четыре направления развивались вместе то есть это все направления про которые я говорил ну и помимо этого есть направление струнного интеллектуального ограждения есть охранный модуль и даже модели один к десяти также могут выполнять определенные функции 20-23 сентября на выставке инотранс были продемонстрированы подвижные составы это был фурор не побоюсь этого слова и оценили ведущие инфраструктурные специалисты президент вице-президент компании сименс который попросил пригласить когда это все будет демонстрироваться в движении будет отработано на экотехнопарк и я думаю это также мы увидим в будущем и было рекордное количество действительно посетителей многие соседи наши спрашивали в чем же секрет почему у вас так много посетителей почему такой большой интерес ну а как может быть по-другому дорогие друзья если создается инновационная технология и если раньше этого всего не было это действительно дань интереса дань уважения серьезных организаций корпораций которые говорят о том что вот вы являетесь как раз таки тем промежуточным звеном которое не достает современной транспортной инфраструктуры благо они не воспринимают нас на как конкурентов и так далее и это действительно своевременно и правильная стратегия выстроенная группой компаний Skyway чтобы воспринимались мы на том или ином этапе так как нужно именно и 10 ноября вы видите уже началась установка началась установка струнных рейсов легкой трассы и они были установлены для уже подготовки к концу ноября вы видите в каком уже виде находится 10 ноября наш транспортно-логистический узел совмещенный с концевой первой анкерной опорой вы видите с высоты птичьего полета уже как выглядит уже вот в зимних условиях и уже следующую зиму переживает абсолютно нормально и абсолютно здраво от наших технопарк это уже также вот вы видите замытые участки но здесь является недоступным к нашему вниманию различные элементы ноу-хау путевой структуры и закрепления на концах анкерных опор и 21 ноября я эту презентацию дорогие друзья как обычно ссылочку сброшу пользуйтесь скачивайте инструкция по скачиванию будет дана в конце в сообщении уже как я передам слово Сергею Анатольевичу Сибирякову я обязательно эту ссылочку сброшу потому что на данный момент это является великолепной аргументацией что мы не говорим мы делаем мы строим и уже первые 40 метров ферм фермы были установлены если говорить про высокоскоростную трассу совмещенную с городским пассажирским транспортом это отработка технологии и скорости будут увеличиваться и сама технология будет еще больше прогрессировать в плане отработки это дорогие друзья закладка на тот потенциал когда мы начнем вначале строить сотни километров дорог затем тысячи затем десятки сотни тысяч и выйдем на первый миллион километров дорог как говорит родхук теоретически мы выйдем на первый миллион километров дорог максимум через 10 лет это такие вот как бы с запасом естественно прогнозы как это будет в будущем мы увидим но я думаю что будут активно наблюдать все те люди которые будут присоединяться к проекту Skyway потому что да когда даже закончится финансирование корневой компании и вход в головную компанию в качестве инвесторов совладельцев дольщиков будет закрыт будет возможность также заниматься инвестированием в те адресные проекты которые позволит головная компания в которых будет требоваться на первых стадиях помощь и что-то мне подсказывает мы это сделаем и будем делать и запустим еще не один адресный проект Сергей Анатольевич вам слово до скорых встреч на второй части вебинара дорогие друзья спасибо Алексей приветствую вас друзья как видно как слышно я тогда сейчас пока запускать перископ не буду вот на эту завершающую часть а когда будет у нас как всегда кофейная пауза или рекламная пауза как мы ее называем вот мы тогда запустим перископ потому что вот последние трансляции показали что там уже по ну где-то по две с половиной один раз даже до трех тысяч доходило естественно что это люди которые входят неподготовленные смотрят ну многие из них потом остаются регистрируются и в скайпе регистрируются в контакте у нас и соответственно дальше начинается работа по скайвэям я друзья извиняюсь днем не смог включиться хотя слушал прослушал весь вебинар вот через мобильный телефон но мы живем век цивилизации друзья здесь к этому надо относиться тоже спокойно что не у меня в доме я к этому уже подготовился у меня есть резервный генератор есть аккумулятор и поэтому даже когда отключают свет у меня интернет работает если есть входящий сигнал вот а сегодня случилась авария в электричестве у провайдера это у нас Истринский район вот и соответственно у меня мобильный интернет был а вот этого моего выделенного оптикового окна оно не работало и поэтому я сегодня только по мобильному телефону а он уже не тянет комнату и поэтому я слушал вот я вошел но поучаствовать к сожалению не смог это не от нас зависящее обстоятельство но могу сказать что Алексей блестяще справился то есть он отлично дает уже водную часть я с большим удовольствием слушаю всем рекомендую когда мне уже очень много пишут вот хочу идти там встречаться с чиновником с бизнесменом с чего начать что говорить я говорю друзья первое с чего вам надо начать это послушайте водный технико-экономический вебинар Алексея Суходоева вы сразу поймете что как делать как аргументировать как показывать а потом уже будете ну и второе друзья конечно когда я вижу вот эти вот фотографии слайды которые сейчас Алексей показывает вот уже последний я вот на прошлой неделе как раз летал в Германию уже встреча с инвесторами это у нас такая уже ежемесячная традиционная традиционная встреча так чуть погромче сейчас звук хорошо друзья как обратную связь добавил звуку сейчас лучше нет все отлично потому что сильно громко если переводить то он будет поэтому вот те презентации которые сейчас идут те слайды которые идут конечно друзья так еще немного после да так ну давайте может отстроимся чтобы уже потом не отвлекаться на это вот так вот так так добавил громкости сейчас нормально все отлично Андрей спасибо вот и сейчас вот эта презентация со слайдами то что мы с Алексеем отрабатываем я очень рекомендую вам серьезно как бы относиться потому что мы постоянно произносим что друзья мы не просто от того что нам нечего делать или вот мы одно и то же для новичков как попугаи рассказываем эти презентации просто мы знаем сейчас обратную связь мы знаем многих людей которые используют поэтому друзья те презентации ссылки на которые сбрасывает Алексей то есть вот эта хронология это сегодня друзья самая большая аргументация которая только может быть когда вы рассказываете про Skyway то есть вы рассказываете то что есть вот ну и сейчас уже очень многие когда мне задают вопрос с чего начинать я говорю друзья берете фотографии и репортажи с 29 ноября и их отсылаете они говорят ну еще же их нету я говорю будут друзья это знаете как в хорошем таком старом еврейском анекдоте когда говорят что мама жарьте рыбу он говорит а рыбы то нет он говорит мама вы жарьте рыба будет поэтому сейчас друзья мы говорим вы рассказываете о презентации рассказываете о запуске проекта он же еще не запустился он говорит да нет друзья он запустится вы рассказываете вот поэтому друзья мы подошли сейчас к той замечательной к тому замечательному этапу и я вам уже не раз говорил что я с несколькой завистью вот смотрю вот на молодых ребят которые презентуют вот как Алексей презентует как Виктор Бабурин когда он показывает слайды показывает все что сделано потом переходит уже на экотехнопарк уже анимацию то что будет показано и скажет ребята вот мы до этого пошли вот мы это делаем вот мы это сделаем ну а еще как доказательную базу вот вам несколько фотографий что мы делали 15 лет назад в озерах и таким образом получается очень аргументированная очень взвешенная презентация которая показывает обосновывается конечно друзья это дорогого стоит и я как участник событий которые были 15 лет назад когда мы там каждую опору каждую гайку там и целовали и облизу и думали что вот сейчас изменится все и потом когда этот полигон уничтожили вандалы то конечно было полное непонимание что происходит и как сейчас когда идет опять новое строительство и когда ну я бываю на всех этапах и постоянно в экотехнопарке и сейчас есть абсолютная уверенность что сейчас то что мы начинаем демонстрировать делать показывать это тоже переворот в транспорте в технике восприятие вот и конечно друзья когда есть на что опереться и когда мы сегодня заявляем что у нас 108 стран акционеров партнеров которые участвуют в проекте что уже там приближается к 150 тысячам тех кто активные акционеры и уже активно идет уже перешло за 700 тысяч последние цифры не подбивали но явно они уже подходят к 800 тысячам соответственно активных участников проекта о том что сегодня идут до я могу сказать уже до полутора у нас рекорд был даже до трех тысяч регистраций день то есть это конечно друзья настолько активный рост сейчас идет проекта и мы вот с Алексеем как и постоянно общаясь сейчас уже с западными инвесторами партнерами акционерами у нас каждый месяц идет презентация в Чехии Словакии Братиславе сейчас Алексей летит в Татры я только что прилетел из Ганновера где у нас каждый месяц идет встреча с инвесторами сейчас запускается процесс каждый месяц будет презентация для испанских на Пальма де Майорке тоже партнеров и соответственно соотношение между российскими белорусскими украинскими инвесторами который был всегда подавляющий приоритет подавляющее большинство последние два года начиная вот с мая этого года процентное соотношение стало меняться 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 и сейчас наши западные партнеры все более и более активно входят потому что мы стали для них понятны мы стали уже открытым проектом продемонстрирующий результаты мы показали как команда что Юницкий создал команду инженеров они выполняют сложнейшие задачи и инотрансберлинская выставка продемонстрировала о том что эта команда может проектировать и создавать такие машины сейчас естественно все ждут ходовых испытаний и естественно они их увидят и начиная с 29 ноября начнется уже постепенный друзья это такой рутинный процесс демонстрации и показа который будет постоянно постоянно теперь показывать возможности технологии и соответственно исходя из этого друзья мы с вами уже переходим теперь в следующую стадию это уже привлечение профессиональных инвесторов крупных инвесторов следующий момент это уже привлечение чиновников и тех от кого зависит уже запуск адресных проектов это тоже мы с вами будем обсуждать и сделать у нас с вами следующим этапом это запуск уже работы своего инвестиционного фонда который будет выбирать и определять проекты это все друзья как раз естественное развитие проекта который тут много задает вопросов будем ли мы заниматься и связываться с банками и создавать свою банковскую структуру пока таких ну не то что пока таких планах друзья все что будет необходимо мы будем делать на сегодняшний момент мы активно прорабатываем вопрос работы и по технологии блокчейна защиты сегодня и реестра акционеров и система расчетов использования криптовалюты то есть мы и работаем уже с существующими сегодня криптовалютами и сегодня есть мысль подумать и проработать вопрос о создании и своей криптовалюты и своей платежной системы тоже решение скорее всего будет на весну но что-то мне подсказывает что нам прежде чем или вместо того чтобы пользоваться сегодня уже существующими криптовалютами и платежными системами исходя из масштабности проекта исходя из континентов которые нахватывают а это все континенты и хотя из стран это уже 108 стран исходя из участников мы к весне далеко перешабнем за миллион я думаю что друзья мы все-таки придем к выводу и к целесообразности того что будем делать и свою криптовалюту и свою платежную систему но это друзья несколько такого будущего ближайшего будущего вопроса пока мы работаем с лучшими командами которые сегодня делают и своя команда создается и IT специалистов и тех кто работает в валюте в расчетах вот то есть это друзья тоже естественное развитие к которому мы сейчас подошли и которое сопровождает сейчас проект поэтому мы все ближе и ближе как раз подходим к точке как бы отчета причем друзья это настолько плавный переход мы всегда очень много произносили и Юницкий любит произносить такое понятие как горизонт целей то есть мы ставим цель задачу потом мы к нему подходим но это друзья как горизонт как только вы подходите к этой точке это не значит что там конец или там горизонт и там дальше нет мы подходите мы сразу видим что следующие возникают цели задачи следующие и так далее поэтому друзья 29 ноября вот которому мы сейчас входили до этого это был 21 сентября то есть запуск инотранса когда мы всему миру показали что Skyway существует что инженерная школа Юницкого в состоянии выдавать технические решения которые могут претендовать на то что могут изменить сегодня облик всех абсолютно городов то есть убрать проблему пробок они могут реально претендовать на решение экологических вопросов когда можно реально ставить о том что сегодня 2-3 миллиарда тонн нефтепродуктов можно не сжигать для перемещения и получать те же качественные транспортные услуги сегодня можно говорить о том что есть огромное количество сегодня территорий неосвоенных месторождений которые в принципе не могут осваиваться с помощью автомобильного железнодорожного либо другого транспорта и только струнный транспорт инженерной школы Юницкого может ставить и решать такие задачи это друзья те решения и декларации которые заложены в технологии и как мы уже не раз говорили что экотехнопарк его задача это декларации переводить в демонстрацию и что друзья мы с вами как раз сегодня активно подошли то есть как бы не на нас пытались сорвать зло или облить грязью или оклеветать или еще что важно доброжелатели конкуренты не важно кто друзья ведь вы замечаете что вот этих засланцев которые просто гавкают и гавкают их становится все меньше и меньше потому что друзья вот это тупое аргументирование или тупое желание сорвать вебинар или любую конференцию они сегодня ни к чему не приводят ну во первых мы научились у меня уже есть целая подготовленная команда бойцов которые очень быстро реагируют на такого рода хулиганов ну а самое главное друзья сколько можно кричать о том что юницкому нечего показать юницкого ничего нет что он 40 лет говорит одно и то же вот понимаете друзья те кто следит за проектом особенно за теми презентациями которые делает Алексей с теми датами друзья и с фотографиями которые происходят это может сказать только идиот ну реально который может сказать что вот я вижу эти картинки я им не верю ну что друзья это ваше право а тот кто может анализировать тот кто в состоянии принимать и оценивать информацию он понимает что происходят очень важные события что они происходят с колоссальной скоростью и дальше друзья могу сказать что эта скорость будет только увеличиваться она будет только расширяться по географии по проектам по привлекаемым людям фондам компаниям размаху строительства и так далее и так далее поэтому здесь я могу сказать по опыту который сегодня как бы идет Анатолий Дуарович тоже нарабатывает сейчас именно как уже генеральный директор и генеральный конструктор ну кстати как генеральный директор тоже идут сейчас изменения определенной структуры именно организации управления Skyway потому что все-таки мы много и очень часто говорили Юницкому что Анатолий Дуарович заниматься организационной работой офисной работой организации строительства для этого есть очень много специалистов и можно найти привлечь людей которые в состоянии этого делать а вот если мы вместе все соберемся то мы не сможем делать тех чертежей тех решений которые сегодня может давать автор и глава инженерной школы вот и поэтому по многочисленным как бы таким состоянием Юницкий все больше сейчас отходит от оперативного управления компании к именно решению инженерных вопросов связанных с работой генерального конструктора я давно об этом говорил это абсолютно правильно вот и сегодня он подготовил целую ну скажем так замену себе как генеральному директору менеджеров и постепенно под таким очень чутким руководством передает им управление для того чтобы больше времени сосредоточиться на строительстве и именно научных технологических инженерных решениях потому что этих задач будет решаться все больше и больше и задачи которые сегодня уже дают наши заказчики они расширяются и по географии и по применению задач и даже по разности постановки самой задачи это и от перевозки угля руды перевозка литиевой воды соли это перевозка в вечной мерзлоте это перевозка сегодня пассажиров в городском цикле то есть со скоростями 150 км в час это перевозка уже пассажиров со скоростями 500-600 км в час сегодня уже формируется заказ и здесь скажем спасибо большое нашему такому прямому конкуренту это технологии Hyperloop которая сегодня декларирует скорость 1200 км в час и сегодня уже я могу открыто сказать Юницкий это не скрывает что инженерная школа Skyway инженерная школа Юницкого сегодня способна предложить концепт способна предложить технологию которая также выйдет на скорость 1250 км в час но при этом технология строительства эксплуатации и инженерные затраты и технологические затраты которые будут потом при уже введении в строй эксплуатации они будут на порядок на порядок друзья дешевле чем сегодня декларируют и скоростные железные дороги и Hyperloop но это несколько забегает друзья следующий шаг почему об этом сегодня надо уже говорить потому что потребность в гиперскоростях сформирована сегодня уже много обсуждается вопросов за один час из Лондона в Париж там за три часа из Лондона в Нью-Йорк сегодня эти вопросы обсуждаются и естественно очень много уже к Юницкому как автору инженерной школы задают вопрос а технология Skyway способна решать такие задачи сегодня ответ однозначно да сегодня есть низкоскоростной как мы это называем но это 150 км в час сегодня есть скоростное движение это 200-300 км в час есть сверхскорость это 500-600 км в час и сегодня однозначно можно утверждать что следующим этапом это будет гиперскорость Skyway которая будет уже давать скорость 1250 км в час но при этом друзья будут совсем другие характеристики по строительству совсем другие характеристики по эксплуатации и совсем другие значения которые сегодня декларирует и авиация наш конкурент с точки зрения уже перевозки пассажиров но мы их называем геродактиль цивилизации они отходят и отживают свой век и по мере того как будет входить именно гиперскорость неважно это Hyperloop или Skyway авиация будет постепенно уходить это друзья естественный процесс с точки зрения конкуренции с другими технологиями это магнитным подвесом или сегодня другими как роды скоростными железными дорогами здесь я могу сказать что уже как являясь там последователем являясь учеником именно инженера Юницкого я могу сказать что никто сегодня конкурировать с технологией Skyway не в состоянии потому что технологические решения которые есть это друзья осталось сейчас то что я говорю друзья это ни в коем случае не хай конкурентов здесь как вы понимаете я говорю сейчас все очень корректно очень с точки зрения выверено здесь то что Юницкий говорил в интервью когда отвечал там ряду злопыхателей он и в статье которую он всегда пишет единственным мерилом инженерной мысли инженерного решения является его демонстрация друзья единственное все слова вся болтовня все утверждения без демонстрации ничто поэтому инженер Юницкий всегда говорит что друзья пока мы это не увидим не пощупаем и не испытаем все остальные декларации ничего не стоит поэтому сегодня мы со всеми нашими конкурентными партнерами мы говорим друзья только на наших испытательных полигонах мы с вами будем сравнивать будем изучать будем смотреть и поэтому мы к этому процессу уже приступили мы отойдем и дальше по мере того как будут подходить другие конкуренты будут подходить другие технологии будем сравнивать будем оценивать но друзья сравнивать только действующие образцы только инженерные машины и только действующие, построенные путевые структуры. Ничего, друзья, на бумаге, ничего из головы, ничего из бла-бла-бла, все, друзья, эти разговоры уходят в прошлое. Все, друзья, говорить о том, кто лучше Hyperloop или Skyway, ответит только полигон, когда будет продемонстрировано, испытано, получены результаты, и эти результаты будут проанализированы специалистами. Вся остальная, друзья, разговоры, это просто пустая трата времени. Поэтому, исходя из этого, друзья, исходя из тех расчетов, которые сегодня есть, исходя из тех характеристик, которые закладываются в Skyway, я могу сказать, что сегодня не существует технологии, которая хотя бы близко может приблизиться к тому, что сегодня начинает демонстрироваться с 29 числа в Мариной горке под Минском. То есть это, друзья, начало пути, это небольшой такой шажок, потому что будет продемонстрировано пока только юнибайк, движущийся по прямой структуре, возвращающийся пролетами 200 и 400, 200 метров. Постепенно будут усложняться, утяжеляться машины, постепенно будут увеличиваться. Но, друзья, для нас почему 29 ноября это очень важный шаг? Это начало именно той работы, хотя, кто понимает, друзья, вот эти фотографии, которые сейчас показаны, балки, которые есть, испытания, которые в цеху, то есть эта работа уже идет, но, к сожалению, она понятна только для специалистов, она находится, если говорить терминологией шестого технологического уклада, это эмбрионное состояние технологии, когда она развивается внутри, и ее не видят все обыватели. Ее знают только специалисты, конкуренты и те, кто работают в этой сфере. Сегодня идет активный выход, и 29 ноября можно сказать, что, друзья, мы родились. Это будут первые наши такие робкие шаги, слабенькие, с небольшими скоростями, то есть сразу пойдет куча критики, друзья, с наших конкурентов, что обещали скорость 150, а их юнибайк еле-еле там ползет 10 километров. Ну, друзья, как вы знаете, ребенок, когда рождается, он не сразу бегает. Хотя через полтора года, я могу сказать, носятся так, что все углы только сшибают, только лови. Но для этого должно пройти какое-то время, друзья. Поэтому мы 29-го делаем первый, но очень такой важный шаг, и дальше это будет только разгоняться, разгоняться, разгоняться. Вот, и уже за 17-й год скорости должны выйти за 200 километров в час. 18-й год это уже скорость приближения к 500 километров в час. Это строительство уже, сейчас строится разгонный участок, потом будет уже в 17-м году продолжаться дальше уже выходить скоростной участок. То есть это, друзья, все идет, и линейка, соответственно, юнибайков, юнибусов. Одних только юнибайков будет несколько, около десятка конфигураций разновидностей. Юнибусов, ну, не знаю, только те, которые я видел, это 20-25 вариантов, которые только, часть из которых будет показана уже этой весной, друзья. Это и 4-х местные, и 8-ми, и 16-ти, и так далее, и так далее. Сидячие, и стоячие, и какие хотите, и лежачие, всякие будут. Поэтому, друзья, этот процесс активнейшим образом сейчас идет, и мы с вами постоянно теперь в Экотехнопарке будем видеть уже демонстрацию технологий. То есть сначала будут декларироваться задачи, для которых они решаются, а потом демонстрация. И этот процесс, друзья, будет бесконечный. Он начинается 29 ноября, а конца этому процессу, я думаю, что ближайшие 100 лет не будет. Ну, вот, друзья, это для тех, кто исчерпывающе получил для себя информацию и решил, что со SkyWay ему больше не по пути, для этого мы с вами прощаемся. Вот мы теперь будем только пересекаться как пользователи SkyWay, либо по адресным проектам. Ну, а для тех, кто, друзья, продолжает работать тот, кто с SkyWay всерьез и надолго, значит, у нас сейчас, друзья, небольшая пауза, как мы ее называем, рекламная пауза, за которую мы показываем основные репортажи, которые надо. Так, одни сказки рассказываете. О, наконец-то появился, так сказать, а то уж я думал, как бы, что совсем без наших любимых троллей жить как-то даже стало скучно. Приветствую, друзья, так сказать, рады приветствовать вас на нашем мероприятии. Так вот, друзья, значит, как раз ту мысль и ту последнюю фразу, которую я обычно говорю, что, друзья, за последние 15-20 лет жизнь изменилась радикально, это интернет, пятый технологический уклад. То, что мы с вами делаем, жизнь изменит еще более радикально, к этому надо привыкнуть, это надо осознать, а мы как раз та команда, та технология и та компания, которая это не говорит, а это реализует. Будьте с нами, и вы еще сможете в этом поучаствовать. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWave, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. И сегодня мы продолжаем разговор с главным конструктором управления подвижного состава Андреем Дмитриевичем Зайцевым. Добрый день, Андрей. Точнее, доброе утро. Доброе утро. Доброе раннее утро, даже я могу сказать. Мы стараемся работать пораньше, пока на стенде еще есть место, потому что сегодня ожидается как минимум 300 человек, как минимум. Итак, мы с вами вчера рассказали нашим зрителям о юнибайке, о юнибусе, извините, и моделях, которые также могут быть как реальное транспортное средство. Реальная трасса для работы. Да, и перевозить почти миллион тонн грузов в год. Кто еще не смотрел, посмотрите, останавливаться на этом подробно второй раз не будем. Сегодня же продолжим выставку по нашему стенду. Дальше хочется рассказать, прежде всего, про юнибайк, наш самый популярный экспонат, который... Который, возможно, первым и поедет в эко-технопарке. Невозможно, точно. Он полностью для этого готов. Осталось вернуться и его собрать, и настроить, и можно ехать. Возможно, я не сомневался в том, что он поедет, а в том, что он поедет первым, потому что изначально планировалось, что поедет юнибус. Ну, может, они поедут и вместе. Жизнь покажет. Вот. Тут, наверное, уже мешает. Собственно, что такое юнибайк? Еще раз в двух словах. Это легкое транспортное средство индивидуального, скажем так, малой вместимости, возможно, индивидуального применения. Во-первых, планируется использование его в закрытых зонах, в рекреационных зонах, в зонах отдыха, в кампусах университета, например, то есть на каких-то локальных площадках небольшого размера. Хотя в будущем при развитии транспортной структуры SkyWay он может использоваться и как транспортное средство городское, просто малой вместимости. Причем стоит сказать, что все наши трассы городская, легкая, предназначенные для юнибуса, они все универсальны в том плане, что любое транспортное средство, ну, за исключением высокоскоростных. Мы говорим о системе SkyWay? Системе SkyWay, конечно. Они могут использовать транспортную структуру, соседнюю, ну, скажем, грузовую транспортную структуру для перевозки пассажиров, в том числе, и наоборот. То есть транспортная структура универсальна? Универсальна, да. Это, обратно к юнибайку, легкая, то есть это 650 килограмм полной массы, либо для двух человек с установкой велогенераторов, позволяющих вырабатывать электроэнергию и компенсировать расход батарей, то есть возвращать электроэнергию в бортовую систему, что дает человеку, помимо занятия фитнесом во время движения, экономии времени, скажем, вечером, дает еще и экономию его кошельку, то есть энергию, которую он выработал и отдал, обратно в батарее, и будет стоимость этой энергии, будет ему компенсирована по итогам поездки. Либо, если велогенератор не устанавливать, в этом же транспортном средстве может уехать три человека, то есть три пассажирских места. По характеристикам юнибайка, малый вес, отличная аэродинамика, к слову сказать, это коэффициент CX 0,07 для этого транспортного средства, стальное колесо, все это позволяет минимизировать затраты энергии на движение юнибайка, и, ну, например, при движении со скоростью 100 км в час юнибайку нужно 2 кВт энергии электричной для движения. Впечатляет весьма. Если в других цифрах, например, при... Чтобы более понятно было, не столь посвященном. ...массимальной скорости 150 км в час, он будет расходовать электроэнергией, пересчитанной на расход топлива, условного топлива, 2,2 литра условного топлива на 100 км в пути. Это действительно достижение? Ну, сравнить это хотя бы пассажировместимости, ну, с мотоциклом, где тоже два человека, которые на этой же скорости расходуют, ну, современный мотоцикл на минимум 6 литров того же топлива. И это ж только начало? Мы же будем развивать и продвигать эту технологию? Естественно. Или, например, если сравнить, ну, здесь уже стоит вернуться к юнибусу и делать такой сравнительный анализ с нашими инженерами. Результат выложен на сайте, можно всегда его почитать. Было сравнение юнибуса с... Ну, хотел сравнить с чем-то актуальным, популярным, с Теслой. Да, так я просто напомню цифру, что понятно, что Тесла – это легковой автомобиль, там 4 человека, у нас 14 человек – это маленький автобус. Поэтому, чтобы результаты были честными, мы привели показатели либо к юнибусу Теслы, либо юнибуса к Тесле. И даже в этом режиме, с учетом стального колеса вместо резиновой шины, с учетом коэффициента лобового сопротивления, то есть аэродинамики, мы получаем эффективный результат 6,5 раз более эффективный. А если считать в чистом виде, без пересчета, то есть уже учитывая, что мы везем пассажиров 14 человек вместо 4, мы получаем почти в 17 раз экономика. Я помню, почти в 18, 17,8 раз. Ну, 17, да, с какой-то дробью. 17,8. Субтитры сделал DimaTorzok